Ростовская легковушка Напомним, с Рубином донская команда встретится 16 марта на стадионе Казань-Арена. Одни окружающую среду улучшают, другие портят. В социальной сети ростовчанка выложила крик души. Свою запись начала с фотографий сказочных фигур, сделанных из дерева в ботаническом саду. Пишет, что познакомилась с мастером, которого называет самым настоящим папой Карлом. А на снимках ниже мусор посреди сада, который, по мнению девушки, бросили посетители зеленого оазиса. А потом говорят, какой у нас грязный город. Администрация виновата. За собой убирайте и тогда чисто будет, возмущается автор записи. Ее поддерживают комментаторы и считают, что в современном мире люди думают о чистоте своих квартир или машин больше, чем об окружающей среде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в переулке Молочном в Ростове грузовик застрял в грязи у контейнерной площадки. Из кузова машины нарушители выбрасывали в мусорный бак строительные отходы, а когда попытались скрыться, то не смогли. Автомобиль увяз в размокшей после дождя земле. Ждать помощи злоумышленникам пришлось до утра. Бдительные горожане сфотографировали происходящее и направили региональному оператору. Предстоит административное расследование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ростовский автолюбитель поделился с горожанами лайфхаком со светофором на Нансена. Чтобы спокойно выехать на улицу, водитель предложил нажимать кнопку светофора для пешеходов и выезжать, когда загорается красный. Но в комментариях его не поддержали, а наоборот, осудили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже середина марта, а новогодние елки все еще выбрасывают. В сети появилось фото очередной сосны у мусорного бака. Автор снимка подписал. Слабаки начали сдаваться. В комментариях вновь обсуждали сроки, когда же лучше убирать елку. Были предположения, что март самое время. Кто-то предложил выбрасывать елку после 12 июня. Другие считают, что нужно покупать искусственные ели и сосны, чтобы вообще весь год стояли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выкидывают елки по весне не только в Ростове. Подобный снимок появился недавно в городском паблике «Новочеркасска». Впрочем, пользователи считают, что фото старое, так как на нем видно лед. Впрочем, один из жителей Новочеркасска в комментариях выложил фото своей, еще наряженной елки, и рассказал, что его семья еще не сдалась. Подтверждение, видна дата. 11 марта 2019 год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Своими пушистыми домашними питомцами хвалятся в сети жители Донской столицы. Все началось с фото ростовских рыжиков, которые свили гнездо на балконе. Комментаторы снимок оценили и теперь активно делятся фотографиями своих домашних любимчиков. Это все обсуждаемые в интернете новости на сегодня. Фильтруйте информацию в сети, а если заниматься этим некогда, мы все сделаем за вас по будням в 18.25 на телеканале Дон-24. Еще больше новостей на сайте don24.ru. До встречи! Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин